Господин Нагиль, если нам сложно спрогнозировать будущее, давайте глянем в прошлое. Вот вы военный лётчик, вы очень опытный человек, очень опытный эксперт, который, собственно, на себе испытал и наблюдал, и принимал активное участие в тот период, когда была активная фаза войны Азербайджана с Арменией, то есть за деоккупацию Карабаха, которую вёл Азербайджан. И, кстати, в тот период Россия помогала Армении оккупировать Карабах. Так вот, безусловно, я уверен, тогда изучались в том числе военные потенциалы постсоветских республик, и включая Украину. Вот если проанализировать военный потенциал Украины по состоянию на 1991 год и соотнести его, конечно, не с азербайджанским, а вот с российским военным потенциалом, был ли в тот момент паритет? Потому что сейчас приходится очень часто слышать о том, что как раз в начале 90-х у нас была настолько сильная и военно-техническая, и человеческая группировка, которая, в принципе, не позволила бы России даже задуматься, чтобы напасть на Украину. А вот что в дальнейшем произошло, это уже предмет рассмотрения украинских правоохранительных органов. А вот вы согласны с этим, да, если анализировать украинскую группировку и вообще состояние военно-технического Украины на момент распада Союза? Ну, это опять-таки не тот подход. Ну, хорошо, если... Да, вот, скажем, Украина продавала критические, скажем, артиллерию, скажем, оперативно-тактические ракеты Украина передала, стратегические бомбардировщики. Но, скажем, Украина прикрыла несколько программ оборонного назначения, в том числе баллистической ракеты Гром-2. Но в выходе эта ракета должна была получиться лучше, чем Атакамс. Да, но надо понимать... Это украинская ракета, вы имеете в виду, украинская? Да, это украинская ракета. Украинская? Да, да, да. Но даже... Простите меня, пожалуйста, а вот если сравнивать с Нептуном, вот это Гром-2 и Нептун, Нептун – это продолжение? Да, разные. Нептун – это крылатая ракета. На базе Совета Х-35, причем используют обусловленный конфликт. Но Украина стала маденжевывать крылатую ракету Нептун и уже применяла по Краснодарскому краю. Она повысила ее дальность действия до 500-600 километров. А Гром-2 – это баллистическая ракета. Дело в том, что баллистическая ракета сбивать сложнее. У них совсем другая траектория. Они падают на цель ответственно, фикируют. И там... То есть 50 на 50. 50, не 50. Зенитный ракетный комплекс сможет перехватить эту баллистскую цель? Или не сможет? Отвечаю прямо на ваш вопрос. Если даже учитывать тот потенциал, который был в Украине в 1991 году, то, конечно, это сил нет. Нет абсолютно. Ну, куда Украина? Куда Российская Федерация? Да. Ну, и некоторые говорят, что да, мы все распродали, там, ты-ды-сюда, ты-ды-ты-ды. Но всю эту орду содержать в Украине же не было средств. Любой танк, любой самолет требует расходов на его содержание. Даже если не активное содержание. Ну, наверное, у многих людей есть автомобиль, если его поставить в гараже на камне и не трогать его. Что остается от этого автомобиля? Многие не учат вот этот фактор. В 1991 году прошло более 30 лет. И что осталось бы с той техникой, с теми средствами вооружения, которые были бы на территории Украины. Другое дело, что, скажем, после 2000-х годов Украина по совокупности факторов не развивала свою оборону. Вот это более, скажем так, весомый вклад в падении обороноспособности Украины. Если говорить про F-16. Вот F-16, то есть есть некий миф, а есть некая реальность. Миф мы понимаем. Украинцы не очень падки на определенный символизм. И, безусловно, когда мы говорим про F-16, тут же все смотрят на F-16 как некую легенду, которая изменит ход этой войны. Если говорить о реальности, самолет F-16 – это что для Украины? Это дополнение к ПВО, это средства нападения. Насколько неэффективны в этой войне могут быть, как вы считаете? Ну, скажем так, при условиях, а эти условия вижу. То есть вот F-16 – это компонент войны в заготочной игровой. Если обеспечить всеми потребными компонентами, истребители F-16, F-18, любой истребитель, западный истребитель 4-го поколения или 4-5 поколений, он будет эффективен. То есть есть ли, если, а то есть уже как бы не есть, как бы и летающий АВАК сдали, а техническая разведка осуществляется с космоса, спутниками серии «Орион Ментор». И очень хорошая, качественная разведка всю территорию Российской Федерации, они проводят. То есть, учитывая ту ситуационную осведомленность, все разведсообщество, все инструменты НАТО работают для пичканья, разведчивости информации Украины. Вот учитывая весь этот контур, а также учитывая то, что на F-16, если будут подвинуты передовые ракеты «Воздух-воздух», «Воздух-земля», то Украина получит «Атакамс» и «Петриот» в одном лице. Усиление возможностей как противовоздушной обороны, так и ударов по наземнице. Но это, опять-таки, знаете, зависит от количества. Одно дело, летает эскадриль в 12 штук, другое дело, летают, скажем, 10 эскадриль, 120 самолетов. Это совсем разные уровни воздействия на противника. Господин Агелий, завершающий вопрос, который вам задам. Вот есть такое выражение на английском языке «to speak in one voice», то есть говорить одним голосом, попросту говоря, озвучивать одну позицию. Вот у Украины, на мой взгляд, проявилась вот эта извечная проблема, которая, если бы не была война, она бы не была проблемой, потому что украинцы, им свойственна демократия, им свойственна, скажем, стремление к публичности. Но в условиях войны, конечно, есть некоторая проблема. То есть с чем она связана? Понятно, что сейчас любой военный, абсолютно любой военный, ну практически любой военный, он, да, вот каждый солдат мечтает стать генералом, каждый военный, ну практически так, он мечтает, ну, то есть он думает о том, чем он будет заниматься вот после окончания войны, после победы Украины. И часть военных, они, безусловно, хотят политической карьеры. На местном уровне, на общеукраинском уровне, республиканском. Ну, это было везде, даже в Соединенных Штатах Америки. Извините, там Маккейн чуть не стал президентом, он ветераном Вьетнамской войны. Там Изенхауэр и так далее, и так далее. Так вот, вопрос у меня вот какой к вам. Насколько опасно то, что сейчас, ну, по сути, на третий год войны мы видим, да, огромную когорту военных, там, руководителей бригад, руководителей каких-то подразделений, которые выходят в СМИ, озвучивают позицию, причем выдают свои прогнозы в отношении хода в целом войны. Из-за этого они формируют определенный хайп, который, безусловно, подхватывают СМИ, которые разделяют эту точку зрения. И в итоге мы получаем определенную раздерганность общества. На следующий день выходит, условно говоря, там, Центр противодействия дезинформации говорит о том, что это российские нарративы. Ну, понятно, да, российские нарративы. То есть, как бы, многое можно рассматривать как российский нарратив, но по факту это обычное стремление к пиару и к публичности, которое как-то должно быть пресечено. Вот где здесь, на ваш взгляд, вот с одной стороны золотая середина, то есть, чтобы не закупоривать информационные потоки, чтобы овец президента и президент получал информацию в том числе и напрямую, так, от руководителей подразделений, не только от генералов, но с другой стороны, чтобы вот руководители этих подразделений не занимались политикой и не влияли на общественное мнение таким образом, что приводило бы к раздерганности. Вы обозначили очень хорошую тему на всем протяжении войны. Я критиковал Украину, украинцев, что так нельзя. Но вы это обозначаете как демократия, но хорошо, как бы, ось демократии – это Соединенные Штаты Америки. И какой там командир, какой там генерал, если его, скажем, политическая власть не наделяет этим полномочиям, обеима боевых действий, выходит, говорит, что мы что-то правильно делаем или мы что-то неправильно делаем. То есть это, скорее всего, ментальная особенность украинцев. Два украинца, три Гетлина. И я думаю, что на третий год войны с этим вряд ли можно что-то сделать. Но это очень сильно вам помешало. Это очень сильно вам помешало. Я вообще был в шоке, как бы. То есть детали наступательной операции «Украинский путь» обсуждаются за неделю, за две недели, как бы. И, как бы, не хочу обидеть женщин, но, как бы, женщина в кухне сидит, обсуждает, откуда вот украинская армия зайдет, кто ее там встретит. Ну, так. Это уникальное информационное сопровождение. Во время войны, скажем, вы в этом уникальны. Это ваш менталитет. Что с этим поделать? Но это неправильно абсолютно. Это абсолютно неправильно. И, скажем, война – это единство народа, единство государства. Бить в одном направлении. Сколько бедов понаделали люди, которые хайповали, получали авторитет, влияние, и потом, как бы, поступали не очень хорошо. Я думаю, что это не очень хорошо. Но будет окей, что сказать. Спасибо. Спасибо большое, господин Нагиль, за это интервью. Хорошо очень, что вы завели свой телеграм-канал, потому что вы в концентрированном виде выкладываете свою аналитику. И, по сути… Кстати, очень жаль, что вы его не завели еще год-два назад, потому что это была бы по-настоящему такая вот хроника всей полномасштабной российской агрессии в Украине. Но хорошо, что он уже вот сейчас появился, быстро растет. И самое главное, что вы сейчас… Да, вы сейчас выдаете очень важную аналитику, которая, безусловно, я думаю, ляжет в основу и диссертации, и публицистических работ. А вы, друзья, не забывайте подписываться на канал господина Нагиля Ростомзаде, потому что там действительно очень интересная аналитика. Спасибо большое, господин Нагиль, и до новых встреч. Вам спасибо, господин Михаил. До встречи, всего хорошего.